Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать и показать, как можно приготовить вкусный суп-пюре из тыквы с креветками. Для этого нам понадобится свежая морковка, свежая резаная картошка, также плавленый сыр, у меня уже поломаны на кусочки, замороженная или свежая тыква, очищенные отваренные креветки или любые другие морепродукты, приправка весенняя, душистый перец, лавровый лист и солька. Итак, я взяла в кастрюлю, влила рыбный бульон, туда положила порезанную картошку, сейчас я добавлю свеженую порезанную морковку и поставлю это все вариться на плиту. Как только картошка с морковкой сварились, где-то почти доварились, можно сказать, добавить туда тыкву и варить до тех пор, пока тыква вместе с овощами не сварится. Вот я выловила овощи все с кастрюли, теперь их надо либо размять, вот так вот хорошо, до однородной массы, либо через комбайн, через блендер тоже размять. Когда будет через комбайн, через блендер, желательно добавить немного бульона, чтобы оно лучше перекручивалось. Сейчас я их разомну и буду опять выкладывать в бульон уже. Вот я их уже размяла, овощи до однородной массы, теперь я их буду выкладывать обратно все в бульон. Итак, вот я выложила овощи уже в бульон, он такой красиво оранжево-желтенький получился. Далее засыпаем приправку лавровый лист, душистый горошек и моя любимая весенняя приправка. Вот, и вымешиваем. Теперь я буду выкладывать в суп также плавленый сыр, и этот суп надо будет постоянно помешивать, пока он не расплавится. Даже можно будет его немножко вот так вот давить к стеночкам, прижимая, чтобы этот процесс прошел быстрее. Итак, вот я выложила уже сыр, сейчас он будет растворяться. Надо хорошо-хорошо помешивать, и чтобы ко дну не пригорало. После того, как вы добавите сыр, только после этого нужно добавлять будет соль. То есть сыр растворится, смешается с бульоном нашим, и бульон приобретет, скажем так, свой вкус. Только после этого необходимо его отредактировать. Потому что кто-то более сладкий любит, кто-то более соленый, кто-то более перченый. Ну и в самом конце уже, когда я все добавлю, соль добавлю, когда уже сыр расплавится, в самом конце вот добавляем мы креветки, морепродукты, рыбку отварную. Ну, в нашем случае креветки. Конечно, креветок у нас не совсем много. То, что было, то достали. Итак, вот уже плавленый сыр у меня почти растворился. Скажем так, я добавила сюда еще зелень, петрушечки свежие, чтобы он был такой красивый, вкусный и полезный. Теперь можно добавлять сюда уже креветки, морепродукты, рыбку, кто что добавляет. Пробовать и добавлять уже сольку, корректировать вкус. Вот я налила уже готовый суп в пиалочку. Он сейчас немножко остынет и можно будет его кушать. Такой красивый, разноцветный он у нас получился. Самое главное, очень вкусный. И когда я делаю суп-пюре, я предпочитаю больше овощи давить вручную. Они получаются... В супе кусочки небольшие попадаются. Он как-то интереснее, богаче и мне больше по вкусу импонирует, нежели на блендере полностью все до идеального состояния перемолоть. Вот и все, что я хотела вам рассказать и показать по поводу этого блюда. Приготовьте, не пожалеете. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего интересного и полезного для себя.